Всем привет! Вы нажали на это видео, возможно, потому что вы из поколения Z или, возможно, вы родители, которые заботились о будущем в своем ребенке Но не имеет значения, кто вы Я хотел бы вам рассказать о том, как можно инвестировать, куда можно инвестировать тинейджеру до наступления его 18-летия И давайте начнем это видео Меня зовут Роберт Танцевский, спасибо, что пришли на мой канал И это видео вы можете представлять себе как персонаж какой-то игры Начнем мы с уровня 13 13-й уровень, это 13-летие ребенка И что нужно делать, начиная с 13-летия вашего ребенка И что нужно делать вам, как 13-летнему ребенку Поехали! Предположим, у вас есть 100 долларов, которые вы можете инвестировать в какую-либо акцию И, возможно, даже получить какой-то профит от этого Но это будет не такой значительный рост, как если вы инвестировали на много большую сумму Самый важный ресурс, который у вас есть в этом возрасте, начиная с 13 и далее лет Это время И это время вы можете улучшить на то, чтобы На обретение каких-то навыков, на том, чтобы возможно Вкусить совета у тех людей, которые уже живут на более высоком уровне На более, так скажем, сложном уровне Как, например, ваши родители или ваши учителя Чтобы получить драгоценный опыт от них Если просто потратить эти 100 долларов на какие-нибудь игрушки или что-то в этом духе Или инвестировать их в акции и не получить настолько большого прироста Так что я советовал бы в эти годы, в 13 лет Растить деньги и время на то, чтобы получить полезные навыки Которые помогут вам в будущем жизни Если вы учите этот возраст как 13-летие Это возраст того, когда вам нужно слушать и учиться И дальше мы переходим к следующему уровню 14 уровень, когда он 14 лет Что же нужно делать на этом уровне развития? 14 лет — это тот уровень, когда вам стоит начать читать Я, если честно, в свое время, в возрасте 13-14 лет И, в принципе, даже, возможно, 15 На самом деле не любил читать В какой-то мере жалею сейчас об этом Единственное, что мне нравилось на то время читать Это какие-то книжки с картинками На то время мне подарили книгу «Как делать оригами» И я любил читать эту книгу И как-то использовать все навыки по построению оригами Но если вы все-таки захотите прочитать что-то более полезное Как, например, книги по инвестированию Или то, как стоит начинать инвестировать Я посоветовал, на самом деле, три самых популярных книги Которые вам стоило бы начать читать в этом направлении Первая книга называется «Простой путь к богатству» От Джеймса Коллинса Это одна из трех самых популярных книг Которые стоит начать читать Перед тем, как вы начнете куда-то что-либо инвестировать Следующая книга от Рамин Сатехи Которая называется «Я научилась быть богатым» И третья и самая полезная книга Это стоит прочитать всем Не важно, от какого возраста Будь вам 13, 18, 20, 40 и так далее Эту книгу стоит прочитать абсолютно всем И эта последняя книга называется «Бенджамон Грэм. Радзумный инвестор» И все эти три книги стоит прочитать Неизвестно от вашего возраста И вашего положения на данный момент Все они от американских писателей Но вы можете легко их найти в интернете Переведенный на русский язык В свободном доступе Также предоставлю ссылки под описание видео На эти книги Которые вы можете скачать и прочитать Любое вам удобное время Следующие уровни Это уровень с 15 и по 17 На этом уровне вы должны понять ценность денег И для меня это был тот пример В то время я интересовался машинами И меня заинтересовала одна из машин BMW 7 серии И на тот момент На 2015 год Эта машина стоила 74 тысячи долларов И по предварительным счетам Прикинув вариантов Я понял, что Работая за условные 13-15 долларов в час Я в принципе никогда не смогу С такой зарплатой позволить Такую машину Потому что для этого Нужны гораздо большие деньги С учетом того, что Вам еще нужно будет тратить деньги На ваше жилье Еду И в принципе какие-то базовые затраты Как интернет Мобильный телефон Чем раньше вы начнете работать И понимать ценность денег Тем раньше вы поймете Что вы хотите делать Чтобы получать больше денег И поймете в принципе ценность денег И будете более аккуратно их тратить И в принципе после этого момента Когда я осознал вот эту разницу В зарплате и затратах Я после этого больше Я в принципе не пришел денег Больше у своих родителей Потому что я понимал Что каким трудом они Деньги зарабатывают Стал думать о том Кем я должен стать И что мне нужно делать Чтобы зарабатывать Как можно больше денег Чтобы оплачивать Все свои хотелки Также в эти годы Попробуйте Сниматься С теми подряд Вещами Чтобы в принципе понять Что вы хотите От этой жизни Может вы найдете то Что вам больше всего нравится Попробуйте Разные варианты Обе Которые в принципе В последствии Могут принести вам денег Как например Попробуйте Какие-нибудь виды спорта Возможно у вас есть талант Какому-то виду спорта Как например Теннис Футбол Баскетбол Или что-то в этом духе Попробуйте снимать Ютуб ТикТоки Или возможно Может быть Писать статьи Какие-нибудь Или готовить Возможно у вас есть Дар готовки Вам это в принципе Понравится И вы поймете Что ой Я хочу стать Шеф-поваром В каком-нибудь Крутом Пятизёточном ресторане Это все Можно попробовать В течение С ваших 13 по 18 лет Чтобы понять К чему мы Больше предрасположены И что В принципе нравится И возможно В будущем Как в перспективе Может принести Вам доход От этого Хобби Также Одно еще Из полезных действий Которые вы можете Совершить в эти годы Это инвестирование В свои Попробуйте Как например В Америке В большинстве штатах Вы можете Получить Фермит На права Начиная с 16 лет А где-то даже С 15 с половиной И после этого Можете сдать Тест на вождение И получить права Это не значит Что вы обязаны Теперь водить машину И что Все Если я сдал на права Я должен купить машину И должен водить машину Нет Просто это даст вам Во-первых У вас будет продлеваться Ваша история вождения Даже если вы не водите И за счет этого В будущем В принципе Это может открыть Некоторые перспективы От Связанные с машинами А также С счет того Что вы имеете права Уже какой-то срок Вам будет легче Например Взять Какую-нибудь машину В лист Или просто в рен Потому что Вашим правам Уже будет Какое-то количество лет Период с 13 по 18 лет Это то время Когда вы можете Выучить Как можно больше скиллов Чтобы Впоследствии И достижения 18 лет 18 уровня Чтобы вы могли Предстать перед Репродателем Более интересным Кандидатом Чем Нежели Остальные Кандидаты Потому что У вас будет Много разных Полезных скиллов И вот Наконец Вы дошли До уровня 18 Где вы должны Получить Основные элементы Этой игры И первое Что вы должны Сделать Это открыть Checking Account И High Yield Saving Checking Account Это то Куда вы будете Платить свои деньги Куда будет Приходить зарплата А High Yield Saving Это тот Аккаунт На который Вы будете Откладывать Свои деньги Те Будет начисляться Процент От этой суммы Которую Вы положили Из популярных High Yield Saving Аккаунт Вы можете Открыть В банке Marcus Discover Или LA Bank Но вы можете Посмотреть сами Какие банки Предлагают Какой процент В среднем Все те Три банка Которые я только Что назвал Предлагают Примерно От 4 до 4 и 5 Процентов Иногда и 5 Но все Это зависит От месяца К месяцу Они называют Это Плавающий Процент Что означает Что Например Если там Сказано 4 и 5 Всегда Это значит Что Когда то Это 4 и 1 Когда то 4 и 2 Когда то И 4 и 5 Но это не всегда Один и тот же процент И учтите Что Это процент Годовой То есть Это не значит Что 4 и 5 Процентов Будет приходить Каждый месяц 4 и 5 Процентов Будет приходить С этой суммы В течение года Второе Что вы должны Сделать Это Открыть себе Кредитную карточку Предлагаю Для нас Для тех Кто живет В основном Стране Вырезать Какие-то Кредиты Платить Совсем привычно Так сказать И я на самом деле Тоже раньше Так думал Что Зачем В принципе Покупать Твою кредитную карточку Платить кредит Если ты можешь Оплатить это Со своей карточки Где лежат Твои деньги Но в Америке Все работает так Что кредитная история Это основной фактор Вашего проживания В этой стране И то Чем раньше Вы заведете Кредитную карточку Как вы ей будете Пользоваться Очень сильно Играет роль В вашей будущей Например Покупке дома Или подачи На какой-нибудь Большой кредит Под какой-нибудь процент Чем лучше Ваша кредитная история Тем лучше Процент Будет даваться По кредиту От банка Когда вы открываете Кредитную карточку И например Вы пользуетесь Этой кредитной карточкой На протяжении Нескольких месяцев Может даже Нескольких лет Это помогает тем Что банки Видят Что Деньги банка И возвращаете Их вовремя И по этой причине В будущем Посмотрев Вашу кредитную историю Они могут понять Что Этот человек Ответственный Он возвращает Все деньги Которые отдал И ему можно дать Кредит Под хороший процент Если вы попробуете Податься на обычную Кредитную карточку Есть шанс Того Что вам ее откроют И вы начнете Пользоваться Этой кредитной карточкой Но иногда И даже в большинстве Случаев Когда вы подаетесь На кредитную карточку Не имея до этого Никакой кредитной карточки Или кредитной истории Скорее всего Вам ее не одобрят Потому что Они Так скажем Не могут вам доверять Для этого Есть такая опция Под названием Secure Credit Card Или Student Credit Card И такую кредитную карточку Вы можете открыть Даже не имея До этого Кредитной истории Или кредитной карточки По сути Secure Credit Card Работает таким образом Что У каждой компании Немножко по-разному Но Грубо говоря Суть такая Что Например Вы открываете Secure Credit Card Условие в том Что Вы ложите Свои 500 долларов На эту карточку И тратите ее Как будто Это ваша кредитная карточка И когда вы Пользуетесь Такой карточкой На протяжении Нескольких месяцев Может там От 3 до 6 Месяцев Может быть иногда Год Все очень зависит Вы можете Попробовать Податься на обычную Кредитную карточку И скорее всего Вам ее откроют Потому что Они уже увидят Что вы пользовались Secure Credit Card Вы оплачивали Все вовремя И у вас уже Накопилась Какая-то Ваша кредитная история И основная идея Того Открывать Secure Credit Card Впоследствии Открывать Кредитную карточку Заключается в том Что в итоге Ваша кредитная история Выросла До 70-50 Или выше Credit Score Для того Чтобы все те Кто мог давать вам кредит То есть Грубо говоря Это банки Могли видеть Вас Ответственного человека И выдавать вам кредиты Под меньшие проценты И сейчас Перечислю Основные критерии По которому Credit Score Считается Первая критерия Для того Чтобы ваша кредитная история Была 750 Или выше Это Оплачивать Вашу кредитную карточку Вовремя Самое основное Что я советую вам Сделать в этом случае Это В настройках Вашей кредитной карточки В приложении Зайти в Auto Payment То есть Автоматический Платеж кредитной карточки Чтобы она Подбежалась автоматически И вы даже не думали Об этом Потому что Если вы пропустите Оплату кредитной карточки Первый раз Возможно Это может Сойти вам с руки И на обратной стороне Кредитной карты Вы можете позвонить По номеру Сказать Извините Я пропустил Мой Payment Кредитной карточки Я хочу Сделать сейчас Представляете мне Сделать этот Payment сейчас В первый раз Это пройдет Но если вы будете Останно опаздывать С платежами То это повлияет На вашу кредитную историю И она будет Только уменьшаться Так что Следите за тем Чтобы вы оплачивали Кредитную карточку Вовремя И критерия Оплачивания Кредитной карточки Вовремя Составляет 35% От вашей Кредитной истории Так что Влияет на Вашу кредитную Историю Это то Сколько вы Тратите С этой Кредитной карточкой Это означает То что Выложим Первая Ваша кредитная Карточка Выдано Вам на 1000$ Чтобы ваш Кредит Скоро увеличился А не уменьшался Вы должны Тратить Не более 30% От Сколько Вам доступно На кредитной Карточке То есть В случае 1000$ Вы должны Тратить Не более 300$ В месяц И вы То есть Тогда Какой Смысл Банкам Выдавать Кредитные Карточки На 1000$ И более Долларов Вы можете Тратить Только 30% Чтобы Увышать Вашу Кредитную Стою Да Поначалу Я тоже Думал Что В этом Нет Смысл На самом деле Это Работает Так Что Вы Получаете Первую Кредитную Карточку На 1000$ Со временем Когда Банк Увидит Что Вы Платите Все Вовремя И Задерживаете Платежи Они Могут Увеличить Вас Лимит И Теперь Предположим Ваш Лимит С этой Карточки Не 1000$ Но Например 1500$ И теперь Вы можете Тратить В месяц Больше Чем 300$ И Таким Образом Ваш Доступный Баланс Растет Со Временем И В Кричине Эти 30% Увеличиваются То есть Грубо говоря Если В итоге У вас Будет Карточка Давайте Скажем На 10 То Теперь Вы Можете Тратить Кредит Карточки 3000$ В месяц Что В принципе Уже Не Такая Плохая Цена На Месяц Но В идеале Если Вы Хотите Поднимать Свой Кредит Скор Еще Быстрее Старайтесь Тратить Кредит Карточки 10% От Дозволенной Суммы Это Личит Ваш Рост Кредит Истории В Два Раза А то И Больше Просто За счет Того Что Будете Притяжении Какого Времени У Вас Есть Уже Ваша Кредит История Четверт Момент Когда Вы Открыли Вашу Кредит Карточку Этот Критерий Влияет От 10% От Вашего Кредит Скор И Грубая Если Вы Открыли Карточку На Несколько Лет Позже Значит Что На Несколько Лет Ваша Кредит История Будет Меньше Чем Она Могла Быть И Это Тот Критерий На Который Кроме Того Когда Вы Откроете Карточку Вы Больше Никак Не Можете Повлиять И Самый Важный Момент Когда Вы Открываете Вашу Первую Кредит Карточку Вы Пользуетесь Например Уже Открыли Несколько Других Но Учтите Тот Факт Что Никогда Не Закрывайте Вашу Первую Кредит Карточку Потому Что Если Вы Закройте Вашу Первую Кредит Карточку То Критерий Который Считает Ваше Время Овладения Кредит Карточками Он Считает От Первой Карточки Если Вы Закройте Первую Карточку Все Те Годы Когда Вы Открыли Эту Карточку И До Того Как Вы Открыли Новую Что Так Времени И Исчезнет То Например Вы Открыли Свою Первую Карточку В 2012 Году И Ваша Последующая Карточка Была Открыта В 2017 Году Этот Промежуток В 5 Лет Если Вы Закройте Вашу Первую Кредит Карточку Он Просто И И Время Того Когда Вы Увладеете Кредит Карточкой Уменьшится На 5 Лет Так Что Никогда Ни В коем Случа Не Закрывайте Первую Кредит Карточку Треть Это Важно По Той Причине Чем Раньше Вы Начнете Инвестировать Ваш Миссион Аккаунт Тем Больше Аккаунт Вырастет В перспективе На Долгие Годы Есть Два Основных Миссион Аккаунт Это Традицион Рей И Рос Рей Традицион Рей Это Тот Аккаунт В В Инвестируйте Деньги Долго Пута Ваших Налогов И Деньги Не Будут Облагаться Налогов В Принципе Можете Убирать Сами Куда И Как Вы Хотите Инвестировать В Этих Аккаунт Лимит Составляет 7000 Долларов В Год По Сути Это Сделано Потому Что Эти Аккаунты Называются Tax Что Означает Что Они Очень Выгодны В Том Плане Что Вы Практически Не Должны Платить Такс С Аккаунтов И Поэтому У них Есть Ограничение В 7000 Долларов В Год И Грубо Говоря Вы Можете Инвестировать Либо Все Деньги В Один Traditional Или Rosary Либо Можете Делать 50 На 50 То То 3500 Traditional 3500 Rosary Либо Вы Можете Делать Один Год Инвестируйте 7000 Traditional Второй Год Инвестируйте 7000 Rosary Это Все Зависит От Ваши Цели Того Какой Аккаунт Вам Больше По Душе И Какой Аккаунт Вы Считаете Более Выгодным Я же Инвестирую Все Деньги В Rosary В Тот Аккаунт Где Я Не Буду Платить Никаких Налогов От Роста Моих Акций То Например Если Мое Портфолио Вырастет Со 100 тысяч Долларов До Несколько Миллионов То Я Могу Снять Деньги С Этого Аккаунта Без Каких Либо Налогов Или Штраф По Достижении 65 Либо При Условии Если Я Буду Покупать Сво Первый Дом Или Первая Школа Ребенка При Этих Условиях И Еще Некоторых Других Я Могу Снять Деньги Без Каких Либо Штраф И В Среднем Этот Аккаунт Растет На 8-12 Процентов Каждый Год И Я Приведу Вам Такую Небольшую Математику Того Что Если Вы Начнете Инвестировать В этот Аккаунт До Лимита 7000 С Ваших 18 До 21 Года Ваши Портфолио К 67 Годам Будет Составлять 781 693 Доллара И Приучете Что Вы Инвестируете Только С 18 По 21 Год В Этот Аккаунт И Больше Не Трогайте Его В Принципе Вообще До Ваших 67 Лет И Я Хотел Вам Продемонстрировать Как Это Выглядит В Калькуляторе Я Пользуюсь Калькулятором Очень часто Что Просто Считать Мой Примерный Доход В Будущем Это Называется Marketbit.com Если Мы Заходим Сюда Здесь Мы Вводим Некоторую Информацию Starting Principle Что Означает С Какой Сумы Вы Начинаете Считается Сколько Вы Будете Инвестировать Блот Это 7000 Странные Цифры Практически Все Высчитываются Автоматически Но Tax rate 15% Дивиденд 4 Сколько Дивиденд Будут Увеличиваться 3% Сколько Акций Будут Увеличиваться 8 И Сколько Лет Будете Инвестировать 49 Это С 18 До 67 Если Мы Нажимаем Сюда Посчитать Мы Видим Что Начальное Портфолио Вы Делали Инвестицию 7000 В Самый Год Это 7000 Годовые Дивиденды С 7267 Долларов При Проценте 381 И После Инвестирования Дивидендов С 7226 И Вы Еще Делаете Инвестицию В Еще 7000 Как Помните 7000 Компий Год Если Мы Пролистаем Ниже И Каждый Год Будете Инвестировать 8000 А не Только 3 Года То В Конечном 307 400 Долларов 55 Цент Это И При Условии Того Что Будете Инвестировать В Это Портфолио Каждый Год 7000 Дальше Что Вам Нужно Сделать Это Завести На Бумажке Или На Любом Источнике Информации Который Вам Удобно Место Где Вы Будете Отслеживать Свои Дивиденды Вы Можете Начать С Блокнотика Где Вы Информацию Это Очень Удобно Еще Делать На Компьютере Это Создал Таблицу На Компьютере В Excel Где Вы Можете Отслеживать Все Доходы И Расходы В Принципе Это Очень важная Привычка Для того Чтобы Опыт И Привычка Вести Все Свои Расходы И Доходы Таким образом Вы Будете Смотреть Куда Вы На Что Потратили Возможно Где то На Притяжении Всей Жизни Более Молодые Годы Это Делать Намного Легче Это Конечно Следите Своим Здоровьем Потому Что На Притяжении Всей Вашей Жизни И Достижение Ваших 50-60 И Более Годам Здоровье И Трата На Здоровье Это Будет Основной Источник Ваших Расходов Поэтому С Молодых С С Годом Следите За С Здоровьем Питайтесь Правильно Занимайтесь Спортом Чтобы Потом Тратить Меньше Денег И Вообще Не Тратить Деньги На Покрытие Своих Расходов На Здоровье Также Хотел бы Еще Сказать Старно Это Не Звучало Быть Бережлив И Я имею Под Этим Не То Чтобы Жить Дешево И Питаться Только Роллтоном И Больше Никак Себя Не Развлекать Только Работать И Несут Каких Либо Скажем Бенефит Или Доход То Есть Друг Говоря Если У Есть Выбор Потратить Деньги На PlayStation Либо же Потратить Деньги На Например Вы Решили Заниматься Хобби YouTube И Потратить Деньги На Какую Нибудь Получше Камеру Лучше Сделайте И Потратите На Камеру Потому Перспективе Это Принесет Больше Пользы Чем Нежели Вы Купите PlayStation Поиграйте В него От силы Три Недели Может Два Три Месяца И Потом Вы Ном МДС И Больше Вы Не Будете Пользоваться Когда Например Туже Камеру Будете Пользоваться Постоянно И В перспективе Вы Можете Если Вдруг Захстить Заниматься Хобби Фотографией Вы Можете И И И И И Тратить Деньги С Умом И Не Говорю Жить Дешево Просто Тратить Деньги С Умом Если Вам Стала Интересна Эта Тема Инвестирования И Вам Меньше 18 Лет Вы Можете Попросить Своих Родителей Чтобы Они Открыли Для Вас Custodian Account Custodian Account Или Еще У них Есть Другие Названия Как Например UGMA Или UTMA Если Вы Забьете В Интернете То Вы Увидите Название Таких Аккаунтов И Какие Компании Эти Аккаунты Предоставляют И Что Вообще Значит Custodian Account Custodian Account означает Это Тот Аккаунт Который Для Вас Открывают Ваши Родители И Они Могут Вкладывать Эти Деньги Для Вас Либо Это И Будет Их Собственное Желание И Они Решат Сделать Вам Подарок Вкладывать Скажем 100 Долларов Ваш Аккаунт Custodian Account И По Достижении Ваших 18 Лет Предоставить Вам Доступ К Аккаунту Либо Вы Можете Попросить Что Вы Будете Давать Им Свои Карманные Деньги И Они Будут Вкладывать В Custodian Аккаунт За Вас И По Достижению Вашего 18 Летия Будете Иметь Доступ К Деньги На Что У 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 День Рождения Что Вы Хотите Чтобы Вам Подарили Можете Всегда Говорить Что Я Хочу Чтобы Вы На Мой Аккаунт Добавили Денежку На Аккаунт Чтобы Вы У У У У Начальная Сумна С К Что Начиная С Ни Горь 7000 Я Постоял 49 Лет Потому Что Это С 18 До 60 Мы Видим Что Окончательный Баланс У У 5 337 455 Центов Ну Например Давайте Уберем Это Число Начиная Не С 18 А Предположим На 5 Лет Позже Начиная С 23 Мы Ставим Здесь 44 Нажимаем Calculate И Видим Что Теперь Эта Цифра Стала 3 540 То То По Сути За 5 Лет Это Уменьшилось Приблизительно Где-то 2 Миллиона Только За счет Того Что Вы Начали Чуть 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 Позже И Собственно Это И Была Идея Того Показательнее Почему Вам Стоит Начать Инвестировать Намного Раньше Варианте С Ваши 18 Лет Или Даже Как Я Говорил С Сыграть Большую Разницу В Конечном Счете Того Сколько Будет Денег На Вашем Балансе Также Хотел Напомнить Вам Что Если Вы Хотите Получить Бесплатные Акции От Робин Гуда Или В Аббл То Вы Можете Перейти По Ссылкам В Описании И Вы И Я Получим Бесплатные Акции Вы Также Можете Воспользоваться Ссылками Ваших Друзей Чтобы Вы И Ваши Друзья Получили Бесплатные Акции Я Просто Хочу Чтобы Вы Знали Об Этой Возможности И Я Хотел Еще Сказать Что Если 18 Лет И Вы Досмотрели Это Видео До Конца То Поздравляю Вас Потому Что Вы Стали Намного Более Успешнее И Намного Более Умнее Тех Людей Кто Не Смотрел Это Видео Сегодня И Не Знают Всех Вариантов Того Как Они Могут Начать Инвестировать Раньше И Наладить Свою Жизнь Намного Раньше Всем Спасибо Кто Смотрел Меня Сегодня Если Вам Понравилось Видео Поставьте Лайк